Сусанна Субтитры делал DimaTorzok Никогда не ездила на гастроли, это был мой первый раз, очень прекрасный, замечательный, запомнился мне всем абсолютно Атмосфера этого хора, атмосфера общения В поезде и на всех других застольных мероприятиях услышала огромное количество песен Мне больше всего, чем я люблю Мне больше всего, чем я люблю Ваши? Мне больше всего, чем я люблю Сейчас я люблю Ваши? Ваши? Поездки вообще с хором это такое событие всегда очень ожидаемое, очень вдохновляющее, потому что это всегда эмоции, это приключения, это сплочение коллективов. Я в первой выступе с хором Лати, и меня просто дух захватывало. Когда мы спели «Разваленную башню, жилище Орла», вот именно этот момент, когда мы закончили петь, и стояли, и все дрожали, плакали. Я видела виды людей, как переживают это произведение, как они становятся одним целым из издирижеров. Хочется сказать, что дирижер — она самый лучший, потому что других я не видела, настолько открытых, позитивных и увлеченных своим делом, которые завораживают и дарят вокруг всем хорошие эмоции, впечатления и делятся своей энергией. Желаю, чтобы хор почаще прислушивался к дирижеру и внимал всем ее советам, и чувствовал, что она чувствует, потому что это действительно важно. Важно все, что она говорит, все, что она делает, и это нельзя упускать. Мы должны действительно умудриться, спеть так, чтобы было ощущение, что мы не просто послушивали это произведение, а увидели целое действие. И это действие мы с вами должны разыграть в лицах. Поехали. После нашего выступления мы сели в зале смотреть, петь саратовский хор, и через полчаса я обнаружил, что я полностью забыл уже о том, что мы только что пели, и что только что пульс один стремительный. Я помню, когда они выступали со своим концертом, у меня в глазах стояли прямо слезы, потому что так здорово петь, так зажигать, настолько лихо исполнять произведение, я такого не видела. Очень зависит от дирижера, очень зависит от того, как преподносится произведение. Одни и те же вещи звучат совсем по-другому. Немцы преподавали нам мастер-классы, и мы просто экспериментировали. Совершенно не напряжно, расслабленно, со звукоизвлечением. Безусловно, можно многое подчеркнуть из универсальной техники. Китайцы очень милые. В первый вечер все собрались, вышли и просто стали петь друг другу песню. То есть китайский нам поет, а мы китайский. Одно дело, на сцене еще можно критиковать их какие-то исполнительские умения, но когда они вживую поют в унисон, просто улыбаешься. Другая культура какая-то, что-то другое. То есть просто посмотреть даже было очень интересно. Дело, наверное, не только в одном конкретном хоре, а именно в том, что фестиваль, этот зал солнечный, нижегородский, он действительно способствовал такому настроению. Можно было впечатлиться хоровой музыкой. Именно благодаря таким поездкам мы можем пообщаться, познакомиться, подружиться в неформальной обстановке. Было много новичков, которые вливались в коллектив, и это было видно, как они становятся частью чего-то большего, чего-то грандиозного. Хорт, посиделки – это очень здорово, очень сближает. Каждый день было, да, пару как минимум запоминающихся моментов. Ужин в ресторанах – круто, я так никогда не шоковал. Мы все почти собрались в Кузяблишной, как мы большую часть времени были, жили, еле-пили, переодевались в одной большой компании. Почему-то именно в эти моменты понимаешь, какие все-таки клевые ребята, как с ними классно общаться. Поездка удалась благодаря тому, что те люди, которых мы встречали там, ну и благодаря нам самим, мы создавали определенную общую атмосферу. В этом и есть суть, наверное, вот таких подобных фестивалей. Такая простая вещь, как пение, и очень серьезные люди приходят и собираются вместе и создают магию. Петь в хоре – это, конечно, очень крутое ощущение, когда максимальная концентрация, когда все получается, когда все вместе, когда все друг друга слышат. Для меня это вторая семья, это моя отдушина. Ну, без хора, собственно, вообще не знаю, как можно жить. Это люди, которых я люблю, куда я могу всегда прийти, получить хороший заряд энергии, эмоций, радости. Ну, нет, на самом деле, хор лети – это некий образ жизни. Это такое занятие, которое занимает примерно треть моего времени. Остальное уходит на работу, учебу, и хор лети – это довольно-таки важный момент. Для меня хор лети – это некое звуковое пространство, которое существует само по себе, его правдотворят люди. То, что остается после репетиции, после концертов, оно очень долго не уходит. Место, где я получаю свою дозу музыки, которую вообще не получить в обычной жизни, то есть, если бы хор лети не было, не знаю, что бы было с моим душевным состоянием. Если бы не эти люди, я бы, наверное, тут не была. То есть, это дирижер, это соседи по партии. Я понимаю, что без этих голосов я просто жить не могу. Ну, действительно, так получается. Наш хор, он обладает какой-то внутренней силой. И очень хочется, чтобы вот эта вот атмосфера, она распространилась на будущее, и чтобы это всегда было место, куда человек приходит один раз, и ему хочется остаться. И это сделать несложно, и ты чувствуешь, что тебя сразу принимают. Вот сейчас хор платит и такое место, и очень хочется, чтобы так было бы и дальше. А мне кажется, сейчас, ну, вообще, в принципе, всегда, наверное, хорошее время для объединения людей. Вот, потому что музыка, она объединяет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодис. Аплодисменты. 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 А, уже можно, да? Итак, первые впечатления от поездки в Нижний Новгород. Пекин! Не знаю, что это будет. Так. Эй, это Аглая, она танцует. Потому что, ладно. Твои впечатления от поездки хора в Нижний Новгород? Смотри. Мне кажется, была очень классная поездка, очень душевная. Вопросы падают. Может, я сейчас учусь. Я люблю, что стекаться по Древу. Я вот сейчас мысль начал, думаю, а что же я хотел сказать? И там действительно, ты такой спускаешься, у тебя такая, какая красота. Там еще такой вид на Богу, и там фуникулерчик где-то ездит. И ты так думаешь, фуникулерчик, покататься. Сейчас я забыл, как называется. Как называется, когда все вместе... А, сводные хоры, конечно, и все любят. Но Лицова, наверное, больше впечатлила, чем все джаз-вокалсы. Потому что харизма. Именно так зажгли, как будто бы мы на рейве каком-то были. Ну, то есть пели как будто не академическое произведение, а какое-то... Это, конечно же, надо отметить, что их программа была ознаменована великолепным шоу с вставлением цветочков к себе в голову. Это, конечно, я не знаю, как это сказать. Их в себе в голову. Их в себе в голову. Да. И точка очень так. Мило. Было. Поездка в Польшу – это целых 10 дней с хором на море. Привет. Отойди, пожалуйста, я всех позову. Мы снимаемся. И вообще-то тут работа. Как-то так получилось, что все не очень влезли в одну комнату и разделились. То есть там в одной комнате все тусятся, там поют песни, веселятся, а во второй так все спокойно. То есть ты так выходишь просто из одного мира в другой. Да. И, конечно же, большой привет надо передать Саше и Леше. Привет, ребята. Приезжайте в Питер. Ну, и на, пожалуй, хватит. Я уже, да, я уже ответила. А пожелания? Я каждую репетицию несу какое-то пожелание. На хор уйти. Какую-то, не знаю, какую-то идею. Рано или поздно она сформируется в моей голове. Я к чему-нибудь приду. Пока хор уйти, уйти.